Христос воскресе! Дорогие телезрители! Сегодня, 30 мая, в неделю пятую по Пасхе о Самаре ныне, Православная Церковь совершает память преподобной Ефросинии, в миру Евдокии, великая княгиня Московской. Святая Великая княгиня Евдокия родилась в 1353 году. Она была дочерью суздальского князя Дмитрия Константиновича и его супруги княгиня Анны. С младенческих лет, воспитанная в духе христианского благочестия, Евдокия отличалась тихим, кротким нравом. Но, живя в Суздале и Переславле за леском, в неспокойной обстановке постоянных междоусобных расприй, которые вели с ее отцом удельные князья, с ранних лет княгиня Евдокия привыкла полагать все свое упование на Бога. В 1367 году она стала супругой благоверного великого князя Московского Дмитрия Донского. Их счастливый союз был залогом союза и мира между Московским и Суздальским княжествами. Любовь к супругу и детям княгине Евдокии освящалась ее любовью к Богу. Дела христианского милосердия княгиня и ее супруг сочетались с подвигами поста и молитвы. В своей жизни они полагались на помощь святых, трудами которых была в те времена столь достославна русская земля. Время жизни святой благоверной великой княгини Евдокии совпадает с эпохой великого игумена, земли русской, преподобного Сергия Радонежского, тайнозрителя Святой Троицы. Благочестивую чету можно с полным основанием считать учениками преподобного Сергия. Святитель Алексий Митрополит Московский был близок к княжескому семейству, духовником Евдокии и Димитрия был ученик преподобного Сергия, игумен Симонова монастыря, святой Феодор, впоследствии архиеписко-простовский. Преподобный Сергий был крестным отцом их двоих детей, всего у княжеской четы было восемь сыновей и четыре дочери. Большой любовью к Богу, Святой Церкови и Родине горела душа княгини. Подвиг великого князя Димитрия по освобождению Руси от монголо-татарского ига разделяла княгиня Евдокия. Поход благоверного князя московского Димитрия против Мамая, победоносно завершившийся 8 сентября 1380 года на Куликовом поле, поддерживался с ее стороны горячими молитвами и делами любви. В память победы княгиня построила внутри московского Кремля храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Всемирно-историческая победа русских на Куликовом поле совершилась в этот праздник. Храм был расписан выдающимися иконописцами Феофаном Греком и Симеоном Черным. Храмоздательство и основание монастырей трудами святой благоверной княгини Евдокии содействовали расцвету русского храмостроительства в XIV веке, начало которому было положено постройкой храма в честь Пресвятой Троицы преподобным Сергием. Постепенно жизнь святой княгини Евдокии становилась подвигом самотречения и предания себя всецело воле Божией. В 1383 году великий князь Московский должен был явиться к татарскому хану Тахтамышу. Но из-за крайнего озлобления Тахтамыша на князя Димитрия решили послать в Орду его старшего сына Василия, которому в то время было около тринадцати лет. Святая Евдокия отпустила сына и тем самым обрекла себя на двухлетнее страдание. Князь Василий был задержан в Орде как заложник. В 1389 году благоверный князь Димитрий, не достигнув сорока лет, опасно заболел и отошел ко Господу. Овдовевшая княгиня видела свою обязанность перед Богом прежде всего в завершении воспитания детей. Вместе с тем она начала устроение Вознесенского женского монастыря в Московском Кремле, отдав под него княжеские чертоги. Видимо, изначально она мыслила этот монастырь местом своего будущего иночества. Одновременно она строила несколько храмов и монастырей в Переславле-Залесском. Однако не только о строительстве храмов думала княгиня Евдокия. Ее главной сокровенной целью после смерти супруга стало устроение внутреннего монашества, созидание храма в собственном сердце. Княгиня Евдокия стала вести тайную подвижническую жизнь. По пышным одеждам, в которых святая княгиня являлась перед людьми, нельзя было догадаться о том, что она изнуряла себя постом, бдением, тяжелыми веригами. Пришлось ей претерпеть и человеческую клевету. Святая княгиня после блаженной кончины мужа воздерживалась от непосредственного участия в государственных делах, но все же именно с ее советом связано перенесение из Владимира в Москву чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, вызванная нашествием на Москву хана Тамерлана. Пресвятая Богородица отозвалась на всенародную мольбу. В день встретения иконы в Москве Тамерлану было грозное видение. Во сне светоносной жены устрашенный завоеватель отступил от Москвы. В 1407 году после видения ей архангела Михаила, предвозвестившего скорую кончину, княгиня Евдокия, явлением ангельском от всего земного отрешенная, решила оставить великокняжеский терем и принять монашество, к которому она шла всю свою жизнь. По ее указанию был написан образ архангела и помещен в Кремлевском храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. При переходе в Вознесенский монастырь княгиня Евдокия исцелила слепца, который прозрел, отерев глаза краем ее одежды. Также от различных недугов во время этого ее шествия исцелилось 30 человек. В обители княгиня приняла постриг с именем Евфросиния. Кроме смиренного несения иноческих подвигов, тайных для людей, но ведомых Богу, святая княгиня заложила в монастыре новую именную церковь Вознесения. В иночестве святая Евфросиния прожила несколько месяцев. 7 июля 1407 года мирно приставилась ко Господу. Тело ее было погребено в основанном ею Вознесенском монастыре. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых апостола от 70 Андроника и Святой Иунии. Празднуется обретение мощей преподобного мученика Адриана Андрусовского, мучеников Салахона, Помфамира и Помфолона воинов, святителя Стефана, патриарха Константина Польского. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем те заименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Воистину воскресе Христос! Субтитры создавал DimaTorzok